Космического времени суток Космический момент здесь есть всё, что нужно, и даже больше. Поддержка нескольких языков, в том числе русского и украинского, возможность выбора управления и даже сюжет. Сама по себе игра довольно простая. Всего-то и нужно поворачивать самолёт, чтобы проходить через препятствия. Ожидать какого-то экшена от неё не стоит. Скорее наоборот, она умиротворяет. Поначалу самолёт даже не обязательно как-то двигать, он так и так может спокойно пролететь вперёд. Но не это здесь главное. Время от времени вам будут давать страницы, которые постепенно будут складываться в целую книгу, рассказывающую историю одинокого пилота. Можно сказать, что в этом и суть – собирать по кусочкам некую историю посредством полёта. И это довольно необычно. Эта игра помогает по-настоящему расслабиться, уйти от мирской суеты, погрузиться в себя в каком-то смысле. И способствует этому не что иное, как саундтрек. В этой игре просто невероятно красивое музыкальное оформление. Поэтому послушайтесь совета игры, наденьте наушники и насладитесь им. Саундтрек, если что, можно найти на сайте SoundCloud. Игра не требует подключения к интернету. Можно играть вообще без него. Это ни на что не повлияет. Но хотелось бы отметить как плюс, что даже с подключённым интернетом никто не подсовывает вам рекламу и не отвлекает этим от процесса. Другие игры часто этим грешат, из-за чего играть становится неприятно, а порой даже невозможно. Но здесь такого нет. И это хорошо. По мере прохождения вместе с новыми страницами будут открываться и новые треки. Также здесь есть режим, в котором не открывается ничего нового и можно просто лететь и лететь и лететь до бесконечности. Лично мне эта игра пришлась по вкусу и я могу посоветовать её вам. Впрочем, если вы не любитель чтения и жаждете чего-то яркого, быстрого, суетливого, то, наверное, эта игра не для вас. Но в любом случае, ссылка на неё есть в описании. А пока что на этом всё. Удачи вам в жизни и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok